Есть некоторая путаница с названиями «тест викторина» или «квиз», который тоже стал сейчас достаточно распространенным термином. В этих понятиях есть принципиальная разница. Викторина – это тест с правильными ответами. То есть в викторине всегда есть вы либо выигрываете, либо проигрываете. Отвечаете правильно, либо неправильно. Это тест с правильными и неправильными ответами. Тест с определениями – это другой формат. Там, где, отвечая на вопросы, вас категоризируют и относят к тому или иному типу. Кто вы, по типу личности. Это будет тест с определениями, а это тест на викторина, это тест на знание правильного ответа. И чтобы не путаться в этих разных тестах, я предпочитаю называть тот формат, о котором мы сейчас с вами поговорим, викториной. У слова викторина чуть более четкое понимание, четкий формат. Викторины бывают разные. Они бывают серьезные, бывают смешные, развлекательные, на политические темы, на неполитические темы, просветительские. Какие угодно вообще. В данном случае вот «Кинопоиск» нашел интересный ракурс. Вы отвечаете на вопрос, вы видите сюжет, что происходило. И вам нужно ответить. Это новость из города Омска, которая знаменит своими тяжелыми новостями и сумеречными новостями. Либо это сюжет фильма в жанре хоррор. Я сейчас не буду вчитываться, я просто покликаю, чтобы показать, как формат работает. Ну вот, попробуем угадать. Случайно угадала, что это происходило реально в Омске. Что здесь я не угадала. То есть викторина, она предполагает, что всегда есть правильный, либо неправильный ответ. Можно делать подобные викторины в разных сервисах и вставлять из сервиса кодом на свой сайт или блог. Здесь по-разному можно поступить. Обращайте всегда внимание, пожалуйста, на то, платным является аккаунт, то есть тот сервис, которым вы пользуетесь, для создания таких форматов, либо бесплатным. Потому что если вы, если сервис платный и вы не заплатили за, не продлили абонентскую плату, то все вставки всех ваших тестов на всех площадках, они перестают работать. То есть следить за тем, чтобы ваши тесты работали, важно, держа во внимание тот аккаунт на том сервисе, который вы использовали для их создания. Продолжение следует...